Ключевыми и одними из главных персонажей Фраденен Фанкин являются родители Геофренд. Даже если взять все моды, которые есть по ФНФ, всё равно в центре событий остаются Дорогой Папочка и Дорогая Мамочка. Доброго тебе времени, меня по-прежнему зовут Павел Князич, и это видео будет посвящено родителям, родителям Геофренд. Ведь именно из-за них начала вся эта история с батлами. Если бы батя не вызвал бойфренда на батл, у нас бы не было этого чудесного продолжения. И всем ведь известно, почему у бати Геофренд и у бойфренда такие отношения. Потому что эта сладкая парочка хочет встречаться, чему противятся родители этой юной дамочки. И поэтому они бедному пацану пытаются подослать всяких соперников в лице убийц, демонов и прочих монстров. Но главными злодеями они считаются даже не поэтому. Ведь эта демоническая семейка делов наворотила ещё до встречи с бойфрендом. Они буквально прошлись по головам, из-за чего их многие и ненавидят. Но есть даже отдельные персонажи, кроме бойфренда, которые готовы противостоять семейке диростов. Я бы их даже назвал заклятыми врагами. Потому что дорогие папочка и мамочка буквально разрушили их судьбы. И естественно, ничего кроме мести и ярости они им не могли оставить. Ну что ж, я тебе представляю здесь главных хейтеров папочки и мамочки. Поехали! Ну и первый наш хейтер демонической семейки это Аготти. Известен как экранный демон. Вообще, как так получилось? Ведь он их чуть ли не кровный сородич, потому что является демоном. Но, как видишь, не все демоны родственники. Далеко не все. Если ты не заметил, то они отличаются даже внешне. И как же так получилось, что демон стал ненавидеть своих сородичей? Не просто же потому, что они похожи. А Готти вообще является добрюшом. Хоть он и является демоном, он положительный персонаж. Но он немного вспыльчивый. Ну все мы рано или поздно бомбим. Готти старается быть не злым по отношению к другим. Но общается он достаточно грубо. Это можно увидеть при первой встрече с бойфрендом. Я давно не видел новых уродливых лиц. Ну вот я же сказал, характер налицо. В принципе, человек спокойный, дружелюбный, всегда открыт диалогу. Но почему же здесь родители геофренд? А дело в том, что Аготи раньше был певцом. Но его отправили в пустоту. Потому что те думали, что он затмевает их. Ну и так скажем, устранили конкурента. Уже есть повод за что ненавидеть. В пустоте он провел один год, пока бойфренд и геофренд не отправлены были туда папой дорогим или мамочкой Мирост. Только вот за что и почему этого они не сделали раньше, непонятно. Но тем не менее, сила баттла помогла высвободить Аготи. И поэтому он должен сказать даже спасибо бойфренду. Возможно, в будущем они смогут объединиться и сражаться против семейки Диростов. Но враждовать у Аготи и бойфренд просто нет никаких причин. То, что они немного подсапались в пустоте, это еще ладно. Потому что все-таки баттл помог им выйти оттуда. Но возможно, в силу своего грубого характера он откажется от помощи и начнет бороться против семейки демонов самостоятельно. А может быть, в битве ему поможет и его отец. С Аготи связан Салазар, ведь он его отец. А значит, он, по сути, также является врагом родителей Геофренд. Девкой он тоже интересуется и даже спрашивает Аготи, видел ли он ее в пустоте. Куда его заточили родители. К сожалению, пока о нем информации менее чем мало. То есть, вообще никакой. Ну прям вообще ничего. Кто он? Что он? Ясно-понятно, что Соу является отцом и менеджером своего сына Аготи. А баба. Ну, наверное, он и помог ему построить карьеру певца. По некоторым версиям, Салазар является приемным отцом Аготи. Хотя они вроде как демоны одного вида. Хоть и выглядят по-разному. Ну, опять же, не все демоны родственники. Кстати, а зачем же ему девка? Он же спрашивал не про родителей Геофренд, а про саму Геофренд. По его словам, она чрезвычайно опасна. И ее срочно нужно найти. Но пока они решили сделать выходной день после своей встречи. И затем отправились в пятизвездочный отель. Зашибись. Там, возможно, судьба всего мира находится в их руках. А они отдыхать уехали. Ну, и по словам разработчика мода Саготи, скоро выйдет и мод с Салазаром. Хотя некоторые, наверное, могли видеть вот это. Думаю, здесь бесполезно искать какие-то пасхалки, отсылки. Вроде того же лимузина мамочки. Потому что это всего лишь фан-мод. Но, думаю, ждать осталось недолго. И уже есть некоторая информация о характере Салазара, что он будет очень спокойным. А потом, вместо того, чтобы постепенно терять самообладание, а потом, в конце концов, психануть, как его сынишка. Он будет не только оставаться безмятежным и мирным. Но при этом и увеличит свои силы. Когда как подобные персы, вроде Аготи, увеличили свою силу только за счет того, что они психуют. Ну что ж, и его холодность, расчетливость, скорее пригодится в борьбе с диростами. Ну а поскольку он является отцом Аготи, хоть, конечно, возможно, и приемным. Вряд ли он даст своего сынишку в обиду. Но с Салазаром связан уже более известный персонаж Дайдем из мода Истоки Сущности, Прорыв. Хотя, тоже не так много о нем известно. Просто его мод начал набирать популярность. И можно найти даже между Совом и Дайдемом внешнее сходство. Только один, видимо, состоит из воды, другой из огня. Огонь и вода, пятничная версия. Кем же приходится Дайдем Салазару и Аготи, пока неизвестно. Но есть информация о его происхождении. Саларсапиан. Или же тот же Салазар. Что переводится как Салар. Разумный. Довольно любопытно. Ведь Салар созвучно Салазаром. Но не будем делать преждевременные выводы о том, что оба этих стихийных мужчины являются родственниками. Как сам Дайдем относится к демонической семейке, так же непонятно. Но он работал над одним интересным проектом, который назывался 06. Сразу вспоминается Stitch Experiment 626. Вот тут что-то вроде то же самое. Такой же Эксперимент 06 есть и у Дайдема. Что-то вроде идеального рэпера. Рэпера! Но нахрена же ему создавать этого идеального рэпера? Возможно, чтобы он мог противостоять дорогому папочке и дорогой мамочке. Ведь он знает их силу и слабость. Это батл. Именно через батл они пытаются долгое время победить Бойверенда. И вот Дайдем, узнав о том, что Аготи им, скорее всего, проиграл, и был заточен в их тюрьму. Начал работу над своим проектом. И вот наш огненный ученый, наконец-то, создал этот самый идеал, к которому так долго стремился. Но рассказчик, который тут есть, начинает сомневаться в его эксперименте. Нет-нет, он не говорит о том, что этот рэпер, которого он создал, не идеальный, или же имеет какие-то дефекты. Дело в том, что его работа, возможно, открыла дверь для некоторых сущностей, чтобы прийти в наш мир. Может быть, игра в бога имела свои последствия? Мы никогда не узнаем, если только... Сами, блин, не убедимся, что есть последствия! На что конкретно намекал рассказчик, непонятно. Но, возможно, он мог иметь в виду Аготи, который выбрался из пустоты. И, скорее всего, именно его эксперимент помог освободить Аготи. Но это лишь догадки. Хотя вряд ли. Ведь в описании мода сказано, что данное событие происходит за 19 лет до того, как Аготи заперли в пустоте. Тогда кого же он мог выпустить из другого мира? И при чём тут Аготи? И как с этим связана опасность Геофренд? Неужели те самые опасные сущности, пришедшие из другого мира, являются как раз-таки семейка Диростов? И их дочурка Геофренд? Ну и тогда родичи в Аготи могли увидеть не просто конкурента, но и большую угрозу для себя. Как много вопросов и как мало ответов. Таби. Ох, немало существ эта семейка извела. И не только своих противников или потенциальных врагов. Среди жертв оказались и коллеги, сотрудники. Так, например, Таби, который взял к себе их дочурку как продюсер. И выходит так, что именно Таби помог Геофренд подняться на карьерную лестницу. Ну и в это время, пока Таби и Геофренд работают вместе, они встречаются. Ну а после того, как папа понял, что Таби больше не нужен, он его вышвыривает. Не просто увольняет, а именно выгоняет. Оставив его без дома, без тела, без друзей, без связей. В общем, он теперь никто. И все из-за папочки. Но больше всего, Таби обозлился на Геофренд. Ибо та ему не просто не помогла в трудной жизненной ситуации. Она его вообще никак не поддержала, а их даже бросила. Какое-то время спустя, он находит ее с бойферным в ресторане. Причем до этого он как-то просчитал, что они именно и сюда придут. Ведь эта встреча была не случайна. Он заминировал ресторан, чтобы отомстить за себя, прикончив Геофренд. Ну, заодно и себя. Как видишь, из этого ничего не вышло. Но зато у него хорошо получилось напугать всех. И явно бывший продюсер на этом не остановится. Даже несмотря на такую не... неудачную попытку мести. Семейка разрушила полностью его жизнь. Ясное дело, он после этого сойдет с ума. И пойдет на все ради мести. Уитти. А чем же так папаше не угодил Витали? Просто так рвать плакат с дорогим папочкой он явно не станет. Да еще с такой ненавистью, что он весь сгорел. Но из его прошлого выясняется, что Витя был рок-звездой. Именно что был. Сейчас он вынужден скрываться. Но есть еще такая маленькая, но очень важная деталь. А папочка-то ведь тоже был рок-звездой. Они были конкурентами? Или же играли в одной группе? Тогда папа мог заметить потенциал Вити, перегоняющий талант Бати. Он заметил угрозу в своем коллеге взрывающего залы. И тогда решил избавиться от него. Каким именно способом, непонятно. Сейчас Витя у нас находится на свободе. И то ли он его не успел заточить в пустоту. То ли он для него приготовил более суровое наказание. Но факт есть факт. Батя не смог его поймать. А возможно ему этого и не надо. Потому что на него уже охотится Абдайк. Такой же богатый, как и папа, но не певец. А владелец компании по отлову монстров. Абдайк же никак же с батей не связан. У него просто свои потребности по отлову монстров. В один момент он ловит Геовранд, дочь, бабочки. Потому что она демон. Это уже говорит о том, что ему на демоническую семейку все равно. Он просто ловит монстров. Ну а Витя как негрути должен бороться против двух аж злодеев. Но если папу и маму считать как один. Сенпай. Старые счеты у него с батей текут еще с оригинала. Давным-давно кто-то оказался в ловушке симулятора свиданий от дорогого папочки. При неизвестных обстоятельствах. Теперь, застряв в игре, без всякой надежды на побег. Этот кто-то продолжал владеть ее программированием. И бездействовал, пока кто-нибудь не прибыл. Кто-нибудь не прибыл, это конечно же бойфренд. А кто-то, кто попал в ловушку, является сенпаем. Ну или же духом в сенпае. Раньше симулятор свиданий была любимой игрушкой гелфренд. И вот они с парнем решили немного поностальгировать. Ну или они опять были втянуты дорогим папочкой в эту игру. Вероятно, это еще одно покушение батей на жизнь бойфренда. Потому что он знал, насколько там серьезная злюка сидит. Можно выдвигать разные версии, по какой же причине чувак оказался в теле сенпая. Возможно, батя просто на потеху дочери решил затащить в игру чью-нибудь душу. А может быть, этот самый чувак когда-то был парнем гелфренд. Не исключено. Ну и тогда он его заточил в игру. Но в любом случае, у него есть повод ненавидеть батю и матью. Он вообще до такой степени оскотинился, что решил ценой чужой жизни, жизни бойфренда, выбраться из симулятора, а его оставить здесь. Бойфренд. Ну это уже было элементарно. Я бы назвал его первым персонажем, который такое долгое время напрямую может противостоять папочке и мамочке. Ему не приходится прятаться. Зачем? Он же может выстоять один на один с демонами и их приспешниками, которых они нанимают. Для того, чтобы его уничтожить. Мне вообще было бы интересно, если бы все вышеперечисленные персонажи объединились с бойфрендом против папочки и мамочки, чтобы положить, наконец, финал их злодеянием. Какого персонажа я не назвал. И напиши в комментариях, хотелось бы тебе, чтобы они все объединились против папочки и мамочки. Ну и не забывай подписываться на мой канал, нажать на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов. На мой бункер Князичева ВКонтакте тоже подписывайся, ссылка в описании. Поставь лайк этому видео, поделись ему себя на странице и не забудь оставить любой комментарий под этим роликом. Всем поки, до свидос.